Любишь страшные истории? Пробирающие до мурашек И леденящие душу Переходи по ссылке в описании Черный Рик ждет тебя Я проснулся в родильном мешке Охваченной паникой Захлебывающейся в амниотической жидкости Я в ужасе рвал мясистые стены Пытаясь вырваться Наконец, со звуком чего-то рвущегося Я выпал из мешка На грязную булыжную мостовую Вывихнув при приземлении Свою лодыжку Холодный дождь смывал с меня жидкость из мешка Пока я безуспешно пытался встать на ноги Улица, на которой я оказался, была мне незнакома Передо мной представала Абсолютная безумная архитектурная мешанина От современных зданий до чего-то из времен Палеолита Небо над головой окипело грозовыми тучами Освещая окрестности беспросветными вспышками молний Ко мне подошел какой-то мужчина Его волосы были перепачканы грязью И дождь стекал с его разномастной кожаной одежды Он не проронил ни слова Просто смотрел, как я корчиваюсь на полу Пожалуйста Сказал я Помоги мне Ответом мне послужил удар ногой по лицу Сломавший мою челюсть И заставивший помутиться мое зрение Потом незнакомец принялся за мои руки и ноги Топча Или дергая их до тех пор, пока не слышал, как в них ломаются кости Обездвиженный, голый и корчащий от боли Я никак не мог защитить себя Когда он начал пожирать меня заживо Мое знакомство с Адом не было чем-то из ряда вон выходящим Очень немногие выживают свои первые часы А уж тем более в первую ночь Когда они умирают То проходит ровно через то же самое Вываливаясь из нового родильного мешка в другой части городка Рано или поздно Они учатся нападать на первого, кого они видят И если повезёт У них даже получится его убить Это единственное правило, действующее в аду Сильно забирают у слабого Свыхнитесь с этой идеей И может быть у вас получится обустроиться в загробной жизни Я собираюсь протянуть вам руку помощи Считайте, что это ваш карманный справочник по Аду Учебник для начинающих по преисподней Только не поймите превратно Я делаю это не по доброте душевной Когда вы умрёте, то будете у меня в долгу Не беспокойтесь, что не сможете меня найти Я уверяю, рано или поздно мы столкнёмся друг с другом Вечность – это чертовски долгий период времени Так что это скорее вопрос, когда, а не если Делайте так, как я говорю И у вас будет гораздо больше шансов, чем у большинства Избежать неприятного знакомства с загробным миром, которое выпало на мою долю Некоторые люди клянутся, что, умирая, видели свет в конце туннеля Как по мне, это либо галлюцинация, либо эти люди попросту врут Большинство из нас просыпаются в родильном мешке через пару минут после смерти Все здания в аду покрыты этими штуками Отвратительными Жёлто-коричневыми прыщами, прорастающими из кирпича Я уже упоминал, что первое, что вам нужно сделать Это выдрать путь себе наружу и приготовиться к схватке Именно здесь скрывается первая подлянка Потому что не у всех достаточно сил, чтобы вырваться из мясных стенок мешка Видите ли, у вас будет именно то тело, какое у вас было прямо перед смертью Скажем, вы родились калекой Или, может, умерли слишком молодым или старым Полное дерьмо Впереди у вас целая вечность, состоящая из утопания в околоплодных водах Ежели вам удастся вырваться из своего мешка То не теряйте время попусту, пытаясь понять, что же всё-таки произошло Вставайте на ноги и готовьтесь драться Велика вероятность, что первый человек, приметивший вас, будет голоден В аду нет ни растений, ни животных Так что каннибализм – это ваш единственный вариант Если вы не хотите умереть с голоду и начать сначала Попытайтесь убить первого человека, которого вы увидите Скорее всего, на это уйдёт несколько попыток Большинство из обитателей ада сражалось за своё выживание гораздо дольше, чем вы У них может быть броня, сделанная из дублённой кожи, раздобытого металла и костей А ещё почти наверняка какая-нибудь заточка, дубинка или топор Всё это вам очень пригодится, если вы сможете забрать это у них Следующей вещью в вашем списке должно стать убежище В аду никогда не перестаёт идти дождь И пневмония – достаточно древной способ умереть К счастью, у вас будет достаточно обширный список заданий на выбор Никогда не хотели жить в захудалом викторианском поместье С половиной крыши и без мебели А как насчёт древней египетской лачуги из глины? Если какое-то здание было построено людьми То вы наверняка сможете найти его ветхую, разрушающуюся версию в аду Выберите себе здание по вкусу, убейте там всех самовольных постояльцев и въезжайте Лучшие дома – те, в которых можно найти запас ломы или древесины Они хороши не только для изготовления оружия, но и жизненно необходимы для получения питьевой воды Я убедился на собственном горьком опыте, что местная дождевая вода кишит различными болезнями Её надо скипятить, прежде чем она станет безопасна Поэтому лучше развести огонь и раздобыть себе что-нибудь вроде миски Итак, вы убили вашего первого человека и нашли себе жилище Дела идут хорошо Добившись такого успеха, вы наверняка подумаете, что можете продолжать в таком духе целую вечность Но вы не сможете Что-то в итоге наверняка вас убьёт И вам придётся начать сначала Мой рекорд год Если вы хотите его побить, вам придётся понять ад и его обитателей Обитатели ада можно разделить на две категории Во-первых, это свежее мясо Те, кто только выбрался из родильного мешка Убить или быть убитым Это было и навсегда останется коренной дилеммой свежего мяса Новорождённые нуждаются в одежде и инструментах И готовы на любые гнусности, чтобы их заполучить Второй категорией являются местные обитатели Которые рассматривают свежее мясо Как быстрый, лёгкий источник пищи, кожи и костей Конечно же, укрепившимся жителям гораздо легче живётся И они будут отчаянно бороться Чтобы сохранить статус-кво на как можно больший срок Но не заблуждайтесь Обитатели относятся друг к другу ничем не лучше, чем к свежему мясу К примеру, если вы женщина То лучше вам сразу избавиться от всех предрассудков, связанных с сексуальным насилием А женщины насилуют в аду гораздо чаще, чем мужчин Это факт Если вы не являетесь бодибилдершей Или женщиной-амазонкой Поступайте разумно И продавайте себя ради защиты На самоуважение вы долго не протянете Помните, я говорил вам, что вы получаете тело, которое было у вас перед смертью? Этот факт является основополагающим для понимания общественного устройства ада Правда в том, что на протяжении всей истории в войнах обычно умирали мужчины А это значит, что в аду много мужчин с молодыми сильными телами, приспособленными для войны Не нравится этот факт? Ну что же, фигово Это те люди, которые заправляют парадом Если вы не можете бороться с ними, то лучше делать, как они говорят Если вы проживёте достаточно долго и умеете хорошо драться Вас могут пригласить в одно из местных племён Это группы обитателей, которые объединились в большие общины Потому что безопасность просекает из количества Поверьте мне, быть частью коллектива Это то, что значительно облегчит вам жизнь в аду Имейте в виду, что вы являетесь частью племени только до тех пор, пока являетесь обитателем Если вас убьют, то вы снова станете свежим мясом Племена – это, пожалуй, самое близкое к пониманию человеческой цивилизации явление, на которое вы сможете накнуться в аду Если вы в племени, то у вас за спиной будут люди, которые, возможно, не убьют вас, пока дела не примут совсем скверный оборот Звучит не очень, но это лучший вариант, который может предложить это место Своему рекорду выживания я обязан одному племени Какое-то время жить в нём было очень вольготно У нас было около 50 бойцов и достаточно девушек для веселья Никто не мог нас тронуть А мужчины в племени соблюдали кодекс чести Так что каждодневный страх получить ножом в спину был не слишком большой проблемой Я мог бы провести целую вечность в таком комфорте Но у ада всегда находится способ испортить что-нибудь хорошее Человечная и кипячёная дождевая вода не слишком подходят для сбалансированной диеты И рано или поздно даже самый выносливый умрёт от истощения Я смог продержаться целый год, хоть последние месяцы и были сущей агонией Верь я в Бога, стопроцентно был бы уверен, что он специально спроектировал ад таким образом Чтобы никто не оставлялся на верхушке пищевой цепи надолго Большинство проклятых живёт в Дите, городе Ада Именно здесь появляется всё свежее мясо И учитывая размеры, а также довольно короткую продолжительность жизни обитателей этого места Многие люди проведут целую вечность, так и никогда не приступив порог Дита Последуйте моему совету, не покидайте город Конечно, на улицах совсем не сладко, но поверьте мне, за их пределами гораздо хуже Дит окружён пустошью под названием Гиена На первый взгляд, ничего серьёзного Просто пустое серое пространство, до бесконечности, простирающееся во все стороны Иногда проклятые теряют свой огонёк, волю к жизни и отправляются блуждать в Гиену Большинство из них никогда не возвращается Когда-то, давным-давно, я и сам совершил такую прогулку Неважно, насколько крепким орешком вы себя считаете Проведите достаточно времени в аду, и он понемногу начнёт вас ломать Я не буду тут разглагольствовать, что я хороший человек, который не служил оказаться в этом месте Никто не может утверждать подобного, не соврав Хотя я вовсе неплохой Вернее, не был им, пока не угодил в ад Вы убиваете, насилуете и пытаете, потому что знаете, что другие сделают то же самое с вами Вас убивают, насилуют и пытают, потому что знают, что вы сделаете то же самое с ними Проведите так достаточно времени, и вы просто не захотите больше с этим сталкиваться Именно тогда вы отправляетесь в Гиену Первые несколько миль, которые я прошёл, ничего особенного не происходило Дождь прекратился через какое-то время Грязь под ногами сменилась серым пеплом И я впервые увидел адское небо за облаками Оно было абсолютно серым С бледным солнцем Полностью лишённым красоты и тепла Я поплёлся дальше Путешествуя по Гиене Я постепенно потерял всякую нужду в еде, питье или сне Моё тело начало чахнуть и изнашиваться Но мне было всё равно Даже когда моя кожа начала сходить и обнажились мои кости, мне было всё равно Чем дальше я шёл, тем более пустым становился мой разум, тело и душа Я не знаю, что было бы, если бы я продолжил идти И честно говоря, не хочу этого знать Какая-то часть меня всё ещё хотела жить И я повернул назад Я шёл несколько дней Может, недель Но когда я обернулся Дид оказался всего в нескольких шагах Я шагнул обратно в город И тот час моё тело развалилось на части Когда я вышел из родильного мешка То поклёлся больше не ступать в Гиену и ногой Существуют способы покинуть ад Это должно быть очевидно Иначе бы я не разговаривал сейчас с вами Не так ли? Иногда живым приходит в голову Что им очень нужно поговорить с мёртвыми Они вооружаются кристаллами Благовониями и спиритическими досками В надежде, что смогут связаться со своими близкими В большинстве случаев они просто обманывают себя Думая, что и правда вступили в контакт с подусторонним Они смеются или плачут Убеждённые, что их любимая бабушка Играет на райской арфе где-нибудь на облаке А потом забивают на это и возвращаются к рутиной жизни Однако, некоторые оказываются достаточно способными Чтобы связаться с нами Они могут открыть врата между адом и миром живых Которые предстают перед нами в виде огненного столпа Спускающегося из неба Как только один из таких столпов появляется Проклятые начинают бороться между собой За право добраться до него первым Вы не видели истинной природы человека Пока не лицезрели своими глазами Как тысячи проклятых, копошащихся друг на друге Пинаются, кусаются и царапаются Чтобы стать тем единственным, кто выберется из ада Сеанс эспиритизма всегда выливается в кровавые бани Даже самые цивилизованные племена распадаются в тот момент Когда становится ясно, что уйти может только один Я уже дважды покидал ад Оставляя своё тело позади И поднимаясь на огненном столпе ввысь в облака Некоторые люди верят Будто вы можете стать одержимы демонами Позвать вам сказать кое-что Демонов не существует То, что живые считают демонической одержимостью Всего лишь один из проклятых, испытывающий своё новое тело Давайте посмотрим правде в глаза Если вы пробились через ад, чтобы вернуться в мир живых Вы не будете долго вести себя лучшим образом Рано или поздно мы заходим слишком далеко Наш носитель погибает Или его семья нанимает экзорциста И вот мы снова выбираемся из родильного мешка И оказываемся на улицах Дита Мне нужно идти Когда вы попадёте в ад, вспомните мои советы И что за вами теперь должок Быть может, когда-нибудь мы сможем создать племя Ну а пока посмотрим, на что способно моё новое тело Субтитры создавал DimaTorzok